всем здарова нажиманы с вами эндр и слайд на вас и сегодня в нашем обзоре новинка новинка компании steel клоу это микронож карачун слова карачун имеет много значений одно из которых это древнерусское название рождественского поста или рождественской ночи отсыл к этому понятию мы можем с вами наблюдать по снежинкам на притинах и снеговику на клипсе нож получился менее габаритным по сравнению с последними новинками этой компании взять того же вдвш ника из последнего обзора просто посмотрите разницу и его велика разница ну так вот компания это блещет своим своей любовью к большим ножам наверное типа по отечественного кол стила хоть и делать ножа китай но дизайнер отечественной наш российский андрей рогожкин вот наверное насмотрелись колстила и делают в сумму большие ножи ну вот а эта модель получилась мелкая раз можно говорили про ттх давайте-то и рассмотрим их в общей длине ножик получился в 18 сантиметров по общему на клинок отведено 82 миллиметра сейчас я тут уберу чтобы нам мешало на клинок отведено 82 миллиметра на рукоять 99 миллиметров ширина рукояти 19 миллиметров как вы видите она бачка образная и в самом широком месте это вот здесь 27 миллиметров конструкция ножа это два остальных не облегченных лайнера вы можете увидеть что они без выборок внутри которым прикручены две стальных прикину по обе стороны накладки из me карты и также бэкспейсер из 60 кстати вот эта часть тоже идет из g10 вот вы можете это увидеть такой небольшой переход но без каких-либо щелей все аккуратно сделано получается g10 me карта стальные стальные прикину сталь отверстие пусть темляк имеется она спрятана где бэкспейсер вы это можете сейчас увидеть также клипса такая забавная получилось и не в андрея я так смотрю правую вот тяготит с клипсами пофантазировать ну тут у нас снеговичок такой угрюмый клипса она штамповано идет и как видите здесь еще шарик установлены стальную но это для более так у надежного зацепа на кармане глубокой посадки прям очень хороший глубокой посадки и средней жесткости не мягкая и не очень жесткая вот прям средне то что доктор прописал также она переставляется на вторую сторону открытие ножа происходит за плавничок флипера который имеет насечки крупные и снятые фасочки открытие происходит смачно флипует бодро подушечки пальцев не нами нает замок ножа лайнерной также имеет насечки в осевом узле установлены подшипники детонт шарик детонта так и не увидите он керамический сталь клинка 60 имеет твердость 60 единиц там 59 61 берем средние 60 единиц и это углеродистая d2 после использования всегда рекомендую эту сталь вытирать насухо более после что-нибудь такого кислого или влажного потому что могут появятся появится рыжие пятнышки финиш сатин фальш лезвия в обухе 3 миллиметра спуске высокие проверим заточку еще не проверял интересно ну по заточке у ножа все идеально ножик получился интересным в руке сидит тоже хорошо у меня рука среднего размера получается вот так сейчас возьму даже чуть-чуть совсем там выпирает ну скажем так ножик для деликатных работ ну такой и не хлипкий взбитый ничего не шатается не люфтит кстати кстати его вес составляет 123 с половиной грамма клиночек все по центру наша любимая повторюсь флипует бодро а да самое главное друзья если вдруг кому-то захотелось приобрести такой ножик можете посмотреть его в нашей группе вконтакте или телеграме ссылочки я оставлю под описание видео стоит ножик три с половиной тысячи рублей на сегодняшний день но у меня на этом все вроде все что хотел сказать рассказал если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал впереди еще много много новинок но я с вами прощаюсь желаю вам здоровья крепкого и всего самого наилучшего в жизни пока до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok